Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Под куполом». Всё о цирке. Цирк нужно любить искренней и всей душой, и тогда он обязательно ответит вам взаимностью. Женя Олеговна, а чем сегодня мы удивим наших телезрителей? Данияр, сегодня ты познакомишься с самой бесстрашной, обаятельной и привлекательной воздушной гимнасткой. Ну, к этому я всегда готов. Я слышала, что на первой гастроли она поехала ещё в 4 года, а уже в 10 лет освоила уникальный трюк, который до неё исполняли только мужчины. Нужно узнать, правда ли это? Я всё выясню, не переживайте. А может, сегодня в архив дать? Не-не-не, я в цирке. Я рада, что ты полон энтузиазма. Отец нашей героини Йоки Конурбаевой заслуженный артист Республики Казахстан Ержан Конурбаев. В нашей стране он одним из первых овладел жанром эквилибристики. И сегодня уже его ученики получают первые места на престижных международных фестивалях. Женя Олеговна, а вы чем будете сегодня заниматься? А я, Даниэр, встречусь с экспертом, который расскажет мне и нашим телезрителям о жанре эквилибристики. Профессиональных артистов, выступающих в нём, не так уж и много. Считается, что китайцы преуспели в этом деле. Женя Олеговна, я вот сейчас подумал, мне что, сегодня придётся под куполом летать? Наконец-то дошло. Удачи, друг мой. Как знать, может быть, именно этот самодеятельный ансамбль составит основу первого в Казахстане профессионального цирка. Ержан Конурбаев, заслуженный артист Казахской ССР, акробат, преподаватель эквилибра в эстрадном цирковом колледже имени Елибекова, дочь Йока Конурбаева, воздушная гимнастка на ремнях. Лауреат международного фестиваля в Испании, Вео-Вео, 2001 год. Обладатель гран-при на международном цирковом фестивале Шабыт в Астане, в 2006 году. Первая исполнительница рекордного трюка подъём флажками на ремнях без страховки. Отношения папы и дочки всегда особенные. Ведь отец может не только защитить, но и дать хороший совет. А в нашем случае отец подарил дочери судьбу успешной цирковой артистке. Сегодня мы с вами не только окунёмся в волшебство эквилибра, но и попробуем понять секрет близких отношений между отцом и дочерью. Ежамол Дорошевич, какую роль вы играете в жизни дочери? Роль отца, наставника, друга. Я отвечаю за её судьбу. Её какую роль в вашей жизни играет отец? Довольно большую. Он меня научил не только в цирке, но и по жизни очень многому. Женщины-змей, гуттаперчивые мальчики, дети без костей. Люди придумывают мастерам этого жанра множество эпитетов. Но это не просто талант. За каждым удачным трюком упорные репетиции. И сейчас мы попали, святую святых, на репетицию к Ержану Кунырбаеву. Человеку, который переворачивает мир людей вверх тормашками. Ержан Малышевич, ну вот что сейчас здесь происходило, да? И что девочки выполняли, что они исполняли? Это называется двойной крокодил. Двойной крокодил. И, в общем, мы хотим это сделать в тройке. А кому сложнее? Тому, кто снизу, кто держит, кто-то сильнее? Или тот, кто балансирует сверху, держит равновесие? Ну, здесь физически сложнее ниже, конечно. А технически здесь вверху, где он ювелирно стоять, что-то не сдвинуть. Вверху, ниже, что-то не сдвинуть. Если вверху чуть-чуть колыхнется, то никаких не получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как гласят источники, тот, кто поборол противника, силен. Но тот, кто поборол себя, перешагнув через свою лень, сто раз сильнее. Итак, давайте сегодня попытаемся разобраться, что же такое эквилибристика и каждому ледону овладеть искусством баланса. А поможет нам сегодня доктор П.Х.Д., художественный руководитель и заместитель директора Казахского государственного цирка Даулет Досбатыров. Даулет, добрый день. Добрый день. Вы знаете, я вот здесь пытаюсь разобраться, что же такое эквилибристика. Много путаницы на самом деле. Что же это за жанр такой? Эквилибристика – это удержание баланса, удержание равновесия. Но если немножко посмотреть глубже, вот люди, которые плели канаты из шерсти, они, значит, натягивали это между пеньков или между деревьев и проверяли это плетение на прочность. И потом уже, когда люди начали уже какие-то демонстрировать свои эффекты, проверяя тем самым это плетение, они уже стали, превратили это как в игру. Начали состязаться и поднимать на более высокую ступень. И можно так сказать, что и здесь, наверное, уже началось, ну, то есть шло приобретение, рождение именно жанра эквилибристики. Делится он, значит, на два направления. Это на партерную и воздушную. Ну, к партерной можно отнести, это такие жанры, как стойка на руках, то есть к жанру ручной эквилибр. Эквилибристика на пиршах, эквилибристика на катушках, эквилибристика на свободной проволоке, на переходных лестницах, вольно стоящих лестницах, велофигуристы. К воздушным можно отнести это эквилибристика на штейнтропе и эквилибристика на канате. «Феерическое искусство». В Алма-Атинском цирке новая программа. Йока блестяще продолжила артистическую историю семьи. А ведь эта династия могла и не состояться. Ведь когда юный Ержан Кунурбаев поступал в эстрадно-цирковой колледж, вы не поверите, его забраковали. Да, вспоминаю, зашел, на приемной комиссии сидела Гришана Галиева. Я только вошел, она встала, сказал, нет, 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 мы берем высоких, красивых, здоровых ребят. Ну, я развернулся, пришел. Подготавил нас к экзамену Танин Танебек, мой педагог. Он говорит, не волнуйся, сейчас зашел, объяснил, что цирки нужны и здоровые, и маленькие, и клоуны должны быть. И вот таким образом я поступил. А помните свое первое выступление? Да, я вот работал с мужчинами, прихожу однажды. И один партнер заболел, и мне говорит, вот, надо выйти сделать такой, ну, легкий тюк. Одели костюм, все так. И когда я вышел в Манеж, конечно, я был ошарасан, это был для меня шок, море света, но со стороны так не видно. А вот когда ты зайдешь, и пушки, там столько порог, пуш, этот свет, и меня только сзади подталкивает, иди туда, иди сюда. Я, честно говоря, не понял, что произошло. Я говорю, для меня это был шок, и такой удар. Что я делал, что там произошло? То есть даже не почувствовали эту славу? Да. Изучая источники, мы вот столкнулись с таким понятием, гуттаперчивые мальчики и девочки. В каком жанре они выступают? Что такое гуттаперчивое, да? То есть это вычурный, пластичный, изящный. Если говорить об эквилибристике, конечно, по книге Гуревича там не указывается то, что каучук идет в этом направлении. Даулет, а в каких странах наиболее развитая эквилибристика? Безусловно, это, конечно, это китайский цирк. Вообще, свое рождение он отчитывает уже более 4 тысяч лет. Место рождения – это провинция Учао. Ну, также хотелось бы отметить, конечно, Монголию. Потому что вообще у них своя система, свои секреты в направлении именно пластического этюда, каучука, клишника. Ну и, наверное, потом уже бывший Советский Союз, в том числе и Казахстан. Расскажите о своем оценке. Какой он преподаватель, какой он тренер? Я думаю, очень хороший тренер. Он, если берется за дело, он его доводит до конца. Он хочет своих студентов вывести на мировой уровень. Не просто подготовить номер, а чтобы были достойные номера на мировой арене. Ежан Булзрашевич, какими качествами вы обладаете как тренер, по вашему мнению? Треботельность, настойчивость. Ну и распознать характер, чему он способен и заинтересовать. КОНЕЦ Я вот смотрю, вы говорите, там, грудь, живот в тени, да, и еще что-то. Получается, в любом случае, на дыхание, да, идет все? Напрягается, дыхание сбивается. Нужно уметь держать и дышать. Но если дышать и сбегать, то не устоишь. А нужно вот держать мышцы, чтобы не двигалось все это. И этот трюк они тоже должны сделать в руках у нижнего. Вот он, а в час вверх, как раз, становится и должен вытолкнуть. Вытолкнуть, ну и потом он делает синий поворот. Ежан Булзрашевич, а могли бы вы, вот, ну, все-таки 22 года уже на пенсии, что бы вы могли показать из своих трюков? Да, сейчас попробуем. Давайте. Ежан Конрубаев из числа тех, кто преодолевает себя и всегда будет стремиться к большему. В 40 лет он сделал уникальный номер, который еще никто в мире так и не повторил. Он перенес свой номер в воздух, где работал без страховки. Многие говорили, что это невозможно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Расскажите, пожалуйста, что я могу повторить вот из элементов, из трюков? Ну, можно попробовать стойку на руках. Здесь вот что-то ничего слова нет, надо поднять ноги и не опускать. Все. Ну, я еще не пробовал. Ну, давайте попробуем. Давайте. Так, встаю. Опа! Ну, в принципе, это не сложно. Ну, конечно, такие у тебя хорошие данные. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А кто был первым артистом, выступающим в этом жанре? Ну, хотелось бы отметить наших ветеранов. Это как Марат Кушмагабетов. Он работал в жанре эквилибристика на катушках. Также хотелось бы отметить Тулека Бектасова, который работал, и ручной эквилибр на копьях. Женщину тоже, которая стояла у первоистоков, это Светлана Самощенко. Ну, на афишах она значилась как Светлана Галиева. Преподавательская деятельность Ержана Конрубаева началась с 1993 года. Именно в то время он и стал тренировать свою дочь. Сверху с двух лет начал заниматься потихонечку растягивать. Манешина вышла. Два года. Ну, на руках я ее поднимал, на двух ногах стояла, на одной ноге стояла. И вот четыре года мы весь ее выехали в Иран. В Иран. У нее там состоялась премьера. При 20-тысячной кубике. Вот в чем главная сила йоки? Почему вот именно все мировые арены покоряются ей? У меня много сложных, рекордных кибов. Были удачи. Были такие провалы, когда я, в общем-то, огорчался. Думал, зря ее привел в цель. Но в конце концов, в общем-то, все получалось, оказывается, так, как должно было быть. Вот в чем ваша главная сила? Почему мировые арены вас встречают с таким радушием? То, что мне очень нравится выступать на публику, мне нравится радовать зрителя, нравится вид их улыбки. Жанна, здравствуйте. Вот расскажите, правда ли, что в 10 лет ваша дочь Йока училась делать уникальный просто труп какой-то? Да, это подъем флажками право-лево рука наверх. В общем-то, в мире, наверное, человек 3, может, 4 делали этот трюк. И то на метров 8, на метров 8 поднимались. На фестивале в 2006 году этот трюк только сделан до купола, 22 метра. Это здорово. Я знаю, что только мужчины могут. На представлениях мы объявляем, если кто сможет постоять на шаре 10 секунд, тому 100 долларов. Данил Аркей 5 секунд. 5 секунд? Да, 100 долларов получишь. Да я за 100 долларов готов полчаса на нем стоять. Условия перешагивать надо. Покажи, как надо. Перешагивать ногами. Не стоять просто, а перешагивать. Ну, давайте попробуем. Это очень легко, да? Не, ну это нереально для меня. Натюк, все-таки за свою карьеру, да, вы еще много наград получили. Вот самая необычная какая? Или подарок, возможно? Ну, это подарок, подарок от президента. Я в 17 лет получила квартиру. Меня отметили то, что я исполняла рекордный трюк на фестивале. Особенность моего трюка в том, что я исполняю его без страховки и не делая таким образом замок. Как обычно все делают, и отсюда никак не упадешь. Я делаю это таким образом, на чистую. Ага. Отсюда можно соскользнуть, и этим это опасно. А я могу как-то, меня можно этому обучить, научить? Ну, для начала надо попробовать хотя бы повисеть 5 секунд. Хотя для этого трюка как минимум нужно висеть минуту на правой и левой руке. Ага. Давайте попробуем. Опа! Я даже не схватил. Давайте еще раз. Попробуем. Нет, все, все, у меня комплексы. Ничего, Даняр дома порепетирует и придет попал. Ну, я обязательно порепетирую, и я приду, чтобы вы меня не учили. Хорошо. Ержан Бодрош, спасибо большое вам за экскурс сегодняшний. Очень было приятно познакомиться. Желаю вам здоровья, вдохновений, всего самого лучшего. Йока, вам тоже большое спасибо. Желаю вам покорения новых высот. Спасибо. Спасибо. Ну, цирк, это, наверное, можно сказать, моя жизнь, поскольку я, как в цирке говорится, ребенок, рожденный на Манеже, в Акилках. Ну, если я вот с 69-го года в цирке, по сегодняшний день, это 45 лет. Это, наверное, все, это моя жизнь. Ну, что, Даняр, ты встретился с девушкой своей мечты? Женя Олеговна, это она встретилась со мной. Все с тобой понятно. А если серьезно, я был поражен. Йока в 4 года уже делала непростые трюки. Балансировала на одной руке, стояла на голове, делала различные растяжки. Как в 4 года такое возможно, я не понимаю. Даняр, просто так ничего не бывает. Нужно прилагать усилия, чтобы добиться успехов. Вот тебе тренировки тоже не помешают. Женя Олеговна, я и так хорош. Ну-ну. А я узнала, что эквилибр окончательно сложился в 20-м веке на основе жанра каучук, в котором выступали знаменитые гуттаперчевые мальчики и девочки. Но самые древние его элементы появились на казахской земле благодаря великому шелковому пути. В Среднюю Азию и Казахстан шли караваны из стран Средиземноморья, Руси, Китая и Индии. И вместе с купцами путешествовали цирковые артисты, которые показывали свои умения и таланты. Я рад, что мне удалось постоять на шаре, и я увидел мир вверх тормашками. Жаль, только не смог повисеть на ремне, рука постоянно соскальзывала. Да ладно тебе, Даниэль, признайся, что в очередной раз решил схалтурить. Женя Олеговна. Дорогие зрители, у нас на этом все. Всего доброго. До скорой встречи. Спасибо цирку.